Если рассматривать непосредственно вот этот участок, на котором расположены ваши квартирные дома, по критериям, у нас три варианта, о которых я вам сейчас расскажу. Первый – это ФРД. Второй вариант – это взаимодействие с инвестором. Вот я видел у девушки схему, там розовый на подземный участок, который является сейчас федеральной собственностью, и по которому заключен договор аренды с одним ООО. В настоящее время, мы предварительно просто уже этот вопрос прорабатывали, муниципалитетом направлено на обращение в Росимущество для того, чтобы этот участок Росимущество предоставил муниципалитету. Только после того, как это произойдет, мы с вами сможем какие-то предметные и конкретные шаги по реализации этого земельного участка обсуждать. То, что вы говорите, и ваш посыл, идея, она абсолютно верная. Но пока у нас этого розового земельного участка не появится в собственности муниципалитета, к сожалению, распоряжаться мы не можем. Даже если рассматривать вариант так называемой реновации, то есть застройки какого-то земельного участка, даже если брать обсуждаемый участок, то строительство многоквартирного дома, десятиэтажного, например, либо девятиэтажного, там земельного участка явно недостаточно. Это, я думаю, вы все прекрасно понимаете, потому что сейчас требования в части парковочных пространств сильно ужесточились. Мы предлагаем сейчас вот именно такие небольшие земельные участки, в том числе ваш, которые мы обсуждаем, рассматривать для строительства домов этажностью от трех до пяти этажей, для того, чтобы возможно было соблюсти эти требования. И, в принципе, в части реализации вашего микрорайона, если бы у нас с вами был земельный участок, который сейчас является федеральным, в принципе, это реализуемо. Мы могли бы построить пятиэтажный дом, отселить какой-то из ваших домов, дальше освобождается у нас земельный участок, также мы строим там пятиэтажный дом и так поцепочим. Это реализуемо. Можно понять, если у нас здесь две этажи, я вам знаю, это бульвар два. То есть, я знаю, правильно, у вас понимание, что на месте этих домов дома выше пятиэтажей в будущем строиться не будут? И рядом две этажи. Вот сколько на одном участке? Я вам объяснил. У нас на данный момент, мы буквально сегодня с главой города обсуждали вопрос использования земельных участков, которые у нас освобождаются в ходе расселения и сноса аварийных домов. У нас порядка за последние пять лет 208 таких участков на территории города освободилось. Из них порядка 30-40 использовано для строительства многоквартирных домов в рамках программы переселения. То есть, это не частники ни в коем случае. Это именно муниципальные застройщики, муниципальные дома для переселёнцев. Из 208 около 40. Остальные земельные участки, они возможны, во-первых, они невозможны к передаче к каким-то коммерческим структурам для застройки многоквартирных домов. Это полностью исключено. Они могут использоваться либо для создания зон рекреации, это парки, скверы, бульварчики, мини-скверы. И второй вариант под объекты соцсферы, школы, садики. И третий мы рассматриваем под мини-парковки. То есть, здесь участок категорически маленький, не подходит ни подо что, то рассматривается вариант устройства парковок. Больше ни под какие цели, ни каким частным структурам, да и муниципалитетам он использоваться не может. Поэтому вы на плане можете быть абсолютно спокойны. Александр Александрович, давайте немножко вернёмся к земле. Просто дело в том, что мы с учительами нашего дома занимались этой землёй, с носом этого садика. Но вопрос сейчас стоит в том, что сейчас вот нам, как говорится, говорили о том, что у нас нету садиков там рядом, про объекты, инфраструктуры и так далее, социальные. Поверьте, у нас есть для инфраструктуры. В Парабашиного района, я ещё раз говорю, если у нас будет данный земельный участок, мы его рассмотрим в части использования для программы переселения. Для того, чтобы реализовать наши с вами домения. Мы там приближаем переселенцы, мы правильно вас понимаем? Нет, подождите. Вот у нас застройка будет использована для переселенцев. Верно? Вы сейчас озвучиваете. То есть под нашими домами будут выстроены дома, которые заселятся. Муниципальная земля, построится муниципальное жильё. Я озвучиваю как вариант. Если мы с вами примем такое решение, мы реализуем этот вариант. Если вы определите, что вам нужен в середине там сквер, мы построим сквер. Смотрите, у нас рядом, у нас там был мальчик, а не сквер. Нет, мы с вами сквер. Да, давайте тогда просто по очереди, что керамон строит. Если на месте вот этого участка 2 гектара, а здесь ещё вот есть вот пустой участок, его же тоже можно сейчас размежевать и присоединить вот к этому территории застройки. Если нам построить здесь 10-этажный дом, то нас можно переселить туда, как мы изначально просили. А на месте здесь строить и парковки, и детские площадки, и ещё дома здесь поставятся. Здесь всё, что угодно можно сделать. Всё, верно, вы говорите. И будет красиво, что я ничего не закончила. Будет красиво, потому что у нас там как раз есть 2 10-этажных дома. На месте ламповая 7 и бульварная 6, которые были построены на месте разрушенных 4-этажных, таких же общежитий. Там раньше были мужские общежития и женские. Вот на месте этих домов было построено 2 10-этажные. На месте одного маленького домика, 4-этажного мужского общежития, построили трёхпорненный тоннельный дом. И люди там покупают прекрасно машины, и нет там ничего. У нас сейчас, знаете, мы страдаем из-за парковок, из-за чего? Из-за того, что здание НИИ-28, вот где у вас там, муравейник. Там, во-первых, люди приезжают. Зачем там вы разрешили функционировать этому зданию? Это понятно, потому что они заполоняют своими машинами все ближайшие дворы. Раз. Во-вторых, для обустройства этого административного здания была вырублена аллея, прекраснейшая, там с 40-летними высокими пополями, посадками. Плюс наши посадки, которые все превратили в магазины по автомобилю. Салон там перекрыли просто. Мы раньше, я вот училась, то второе, что у нас это была парковая зона, мы на лыжах катались, на мансиве зимние сдавали. Вот, кстати, о парке, о котором вы говорите, вы нужно строить. Вы не нужно строить, он у нас есть. Это правда. Просто наш муниципалитет продал землю под автомобильный салон и перекрыли. Там была прекрасная аллея, посажены дубы, там дети с колясками, когда у мамы катались там, и лыжня была в 102-й школу, мы там жили и дышали. А сейчас у нас доступа к этому нет. А вы хотите заново что-то построить? Вы восстановите, что у нас есть, что было построено нашими родителями. Просто восстановите, уберите этот салон и дайте нам вот этот воздух. Там прекрасные дубы, если до сих пор не вырубили, они растут. Дайте нам эту пешеходную зону, там стояли лавочки. Это актуальный вопрос на сегодняшний день, понимаете, актуальный. Надо думать о людях, а не автосалон, а не о деньгах, понимаете, не машину сдавать. Почему они вырубили аллею и сделали там парковки, там даже вот я... Я проехать не могу. Дадите знать тогда, когда вы закончите, чтобы я до сих пор подъехал. Ну, давайте, отлично. Я то, что вы озвучили, абсолютно согласен с тем, что там есть действительно возможность прелески земельного участка. Но это надо смотреть предметно, адресно уже. Ну, я же вас поперебивал, когда вы говорите. Вот, поэтому я предлагаю, когда у нас этот земельный участок ввозит в собственности муниципалитета, повторно в том же составе, либо в составе рабочей группы, уже собраться для обсуждения уже вопроса именно посадки. То есть, с привлечением специалистов я приглашу по ведомственным учреждениям по капитальному строительству, которое занимается застройкой именно муниципального жилого фонда. Пригласим архитектуру, земельщиков и обсудим, какой участок там возможно сфигурировать, сформировать путем прелески, и какой дом, с учетом всех градостроительных нормативов, там можно посадить. Что касается того, что достроились 10, 20, 30 этажки без парковочных мест, без социальной инфраструктуры, сейчас на территории города создана рабочая группа, которая рассматривает все действующие разрешения на данный момент именно на предмет соответствия социальной наличия или отсутствия социальной инфраструктуры. Сейчас мы каждый этот дом раскладываем, анализируем, и по результатам данного анализа будет принято решение, соответствующее по этим домам. Наши дома, благодаря бездействию администрации, городской, всей, потому что были решения судов и так далее, никто ничем не занимался. У меня вот эти все ваши программы, которые многодействующие, уже теперь все дома признаны аварийными, которые должны капитальные ремонты делать. Они все уже 24-25 годы, это уже смешно, мы об этом забудем, потому что смысл обращаться к этим программам. Так вот у нас, я что хочу обратить внимание, почему так вот коллега, скажем так, настаивая на кирпичном доме. У нас вы сносите все дома кирпичные, у нас метровые стены, почти метровые. У нас, извините меня, полновесные квартиры, у нас не критушки, которые сносите, вы переживаете в коммуналках и так далее. У меня вот двухкомнатная квартира на 64 квадратных метра. Обратите внимание, что в этих домах люди, не только которые с рождения, от бабушек, дедушек остаются. Вот я лично покупала квартиру в этом доме, да, в Лаковой Адриар, целенаправленно знаю, что высокие потолки, да, там инфраструктура та же, где пять садов, школа, поликлиники, рядом развязки транспортные. Хочешь в Мюншанку, хочешь на третью дачную, солнечную и так далее. Вы обратите еще внимание на, так скажем, экономически выгодную зону нашу, да, которая потом, я бы не услышала, к сожалению, ответа на вопрос, на нашей территории будут постройки выше пяти этажей или же нервы. Я отвечаю на ваш вопрос, мы с вами совместно примем решение, каким образом этот участок осваивать. Если у нас все будет получаться и будет посадка десятиэтажного дома, с учетом, вот там, при резке территории формирования земельного участка, передачи там, федерального участка в муниципальную собственность, можно обсудить вопрос строительства дом для приселения в десятиэтажном. Если не будем проходить по нормативам, будем с вами обсуждать уменьшение этажности. А может, вы сейчас скажете, давайте нам детский садик, тоже возможно. Ну, во всяком случае, освоение земельных участков, которые освобождаются после расселения, они обязательно обсуждаются в администрации района с жителями данных районов. После этого принимается решение. Что касается панельных либо кирпичных домов, здесь, наверное, нет однозначного мнения. Мы строим в рамках данной программы и панельные дома, и люди с удовольствием туда едут, и далеко не скидываются. Есть кирпичные дома. Мы в этом году строим два кирпичных дома в заводском районе, а остальные панели... Сколько панельных? Два. А в этом году четыре. Четыре панельных, два кирпичных. Поэтому, я думаю, мы чуть-чуть забегаем вперед. Здесь давайте обсуждать. Я предлагаю тогда через две-три недели, как только у нас будет обратная связь от Росумышленников, собраться в том же формате, на той же площадке, и продолжить обсуждение уже... Я надеюсь, у нас будет какая-то конкретика и предметное обсуждение.